World of Warships поздравляет всех с Новым Годом и раздает особые подарки от самого Деда Мороза. В каждом новогоднем контейнере можно найти ценные ресурсы и крутые корабли. Погрузитесь в ту самую атмосферу, которая поможет отдохнуть и насладиться тематическими ивентами, вроде настоящих космических сражений или недавних сумеречных боев, где можно было управлять самыми стильными кораблями. А если вы еще не играете в World of Warships, то скорее регистрируйтесь, чтобы получить 5 дней премиум аккаунта по ссылке в описании. То, насколько трудно разрабатывать игры, действительно поймет лишь небольшое число людей. В больших компаниях нужна налаженная связь между отделами, идеи постоянно отбрасываются и добавляются, все делается в суматохе, что-то может работать не так или вовсе не работать, хотя должно было бы. Некоторые игры просто не успевают волну актуальности, и весь труд идет на смарку, либо запускается производственный ад с бесконечным допиливанием. Очень и очень малая часть игр, которые мы бесконечно любим, могут похвастаться незначительными изменениями. Порой различия между игрой на прилавке и ее первоначальным видом настолько кардинальны, что ее попросту не узнать. Под нож разработчиков легло немало прекрасных годных механик, идей и миров. И сегодня я хочу начать рассказывать вам о тех играх, которые максимально отличаются от своих первых версий. Про механики, которые удалили из-за сомнений отсутствие финансов или других факторов, и про идеи, которые были слишком амбициозны, или наоборот ужасны, для того, чтобы они увидели свет. Если это видео наберет 40 тысяч лайков, и я пойму, что вам эта тема интересна, то в следующем году сделаю еще несколько роликов по этой теме. А если наберется 45 тысяч, расскажу про самые безумные, сложные и удивительные модификации, сделанные игроками. Ну а пока возьмите макароны, шлепните бутылку кетчупа по попке, посыпьте немножко сырочку и заварите чаю с вафельками. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Dark Souls Удивительно, как много сделал Dark Souls для игровой индустрии. Он повлиял на наше мышление, показал, как можно рассказывать истории без привычных нам повествовательных инструментов. Он задал тренды на много лет вперед и доказал, что игры могут быть глубже, чем кажется, благодаря бесконечным механикам, до которых нужно самостоятельно дойти и освоить без помощи разрабов. Естественно, задрав такую планку качества, перепрыгнуть ее очень трудно. Но FromSoftware пытались. Сиквелом они допиливали или изменяли свои идеи, с переизданием поменяли местами врагов и предметы, что, кстати, создавало ощущение абсолютно новой игры. А в третьей части, которая среди фанатов самая спорная, разработчики хотели пойти еще дальше. И кардинально поменять важный аспект игровой серии – костры, которые являлись телепортами, местами безопасности и, самое главное, сохранениями. Но что-то не получилось. Совсем недавно большой фанат Dark Souls Ланс Макдональд, копаясь в альфа-версии третьих темных душ, обнаружил странную анимацию игрока, позволяющую взаимодействовать с трупами. Анимация была неполная, но было ясно, что игрок что-то втыкает в мертвое тело, после чего оно исчезает. Покопавшись еще, Ланс понял, что иногда после убийства врага тот вспыхивал светом, и с его трупом можно было провести ритуал. Труп можно было таскать за собой, и в понравившемся вам месте можно было воткнуть во врага особенный меч, который Ланс нашел отдельно в файлах игры. Этот меч был ритуальным предметом, который втыкался в трупы и делал из них кучу пепла, которую потом можно было возжечь, создав новый костер и новую точку сохранения. Но, как чуть позже оказалось, это не единственный возможный ритуал, который хотели добавить в игру. В файлах Dark Souls 3 также была найдена информация о семи культах, вступление в которых открывало бы определенные ритуалы. Например, один культ, вероятно, погружал мир Dark Souls во тьму и открывал его для вторжения игроков. Другой культ позволял вторгаться в PvP мир и устраивать дуэли. Кстати, эту механику с вожжением трупа показывали в первом геймплейном трейлере, а тоскание тел показали в первом синематике. Но, по всей видимости, разработчики, во-первых, не смогли добиться баланса, из-за чего игрок наверняка мог бы творить костры через каждые пять шагов или попросту ломал суть игры, во-вторых, в какой-то момент разработчики, видимо, решили, что изобретают велосипед со всеми этими вторжениями и решили оставить ММО-составляющую, как раньше. Поэтому механику создания новых костров решено было убрать. Единственным большим плюсом этих костров – это новые анимации, как можно увидеть по старым скриншотам погружение локации во тьму, и выглядят они просто потрясающе. От системы смены суток в Dark Souls 3, которая влияла бы на количество эмоций врагов, я бы точно не отказался. А вот костры выглядят довольно интересной фишкой, но непродуманной. Если бы, например, с помощью ритуалов можно было закидывать в миры других игроков не спасающие, а убивающие костры и вообще всячески пакостить, было бы интересно. Вполне возможно, что через несколько лет мы сможем увидеть фанатские модификации, которые будут заточены на этой системе костров. А чтобы скоротать ожидания, можно перепройти Dark Souls Remastered с фанатским модом Prepa to Die Game, добавляющих новых и вырезанных монстров и оружия, кардинально меняющих некоторых боссов и локации, а также начальные классы персонажей. Сталкер Зов Чернобыля Говорить, что значит Сталкер для нашей страны, бессмысленно. Игра настолько поработила мозги всего постсоветского пространства, что смогла продать миллионы посредственных и однотипных книжек по своей вселенной. Сталкер колол в самое больное. Вся эта аномальная зона с ее монстрами, плотными серыми облаками, полуразрушенными стремными зданиями и чепушней у костров, так сильно напоминали реалии за окном, были такими родными и знакомыми, что можно было лишний раз не выходить на улицу. Что, конечно же, радовало. Шутки шутками, но незаезженный и знакомый сеттинг постсовка действительно повлиял на популярность Сталкера в нашей стране. Вместе с тем, довольно простой, но разнообразный Immersive Sim казался нашим игрокам чем-то новым и необычным, заставляя проходить Сталкер раз за разом. А многочисленные баги и вылеты не отпугивали игроков, а наоборот, сплочали их. Фанатских патчей, модов и сборок было просто феноменальное количество. Естественно, начали появляться сборки с найденным вырезанным контентом из игры, которого было более чем достаточно. На данный момент лучший мод на Сталкер, который я нашел, это Lost Alpha, которая разрабатывалась много лет и собрала лучшие вырезанные локации оружия и монстров, а также имеющие на борту собственную сюжетную ветку с новыми NPC. Но мало кто знает, что изначально Сталкер был совсем другой, и даже тот контент, который есть в Lost Alpha, это лишь мизерная часть того, что было в игре изначально. Насколько другим был Сталкер? Настолько, что в игре была не зона с монстрами, а джунгли с космическими десантниками. Да, первый билд, который показали массам в 2002 году, был совершенно другой игрой, и называлась она Oblivion Lost. Сюжет базировался на сериале «Звездные врата», и отправлял игрока в далекое будущее, где люди сталкерят галактику и изучают планеты. Oblivion Lost не был иммерсив-симом как Сталкер, а типичным линейным шутером, вдохновленный по большей части Half-Life. Мы бы гуляли по планете, усеянной растительностью, пальмами и космодесантниками, и изучали бы хромы от стеков в компании трех управляемых роботов. Согласитесь, это вообще не то, что получилось в итоге. А все потому, что разработчики из GSC World, создавая Oblivion Lost, говорили друг другу, что делают какую-то ахинею, что все это абсолютно бессмысленно. Тем более для создания задуманного десятка огромных разноплановых планет не было ни сил, ни опыта, ни ресурсов, поэтому недовольство проектом все росло. Когда критика достигла пика, было решено полностью поменять концепцию игры. В течение года в компании GSC World не утихали споры о курсе и стиле игры, и в итоге было решено взять за первый источник «Пикник на обочине Стругацких» и снятый по мотивам фильм «Сталкер». И то изначально разработчики хотели отправить игрока в Крым, к недостроенной АЭС. Но когда компания уже собирала вещи, чтобы пофоткать окрестности Крыма, Григорович увидел программу про трагедию на Чернобыльской АЭС и предложил коллегам перенести действия именно в Чернобыль и Припять, так как даже в коммерческом плане это выгоднее. Люди знают эти места и будут охотнее покупать игру. Многие не желали наживаться на трагедии и считали это неправильным, но Григорович объяснил концепцию зоны и обосновал место действия, тем самым убедив разработчиков. Таким образом вышла настоящая легенда, которую ценят, любят и уважают не только в России, но и по всему миру. А выходец из GSC World Андрей Прохоров, который предложил тематику «Сталкера Стругацких», позже ушел в 4A Games, где занимался серией «Метро», которая на данный момент превратилась в самую ожидаемую ААА-франшизу. Спринтл Селл Конвикшн В свое время стелс-игры были очень популярны. Механики этого жанра появлялись даже там, где этого не ожидаешь, но в какой-то момент жанр стал стремительно терять популярность. Слишком сложно было придумать что-то новое, а использование секретных агентов, которые идеально подходили под стелс, стали избитым и надоевшим приемом. Особняком и держателем традиции всегда являлась серия «Спринтл Селл». Но в Юбисофт 2007-му поняли, что даже этой легендарной серии придется измениться, если она не хочет кануть в лета. В 2010-м вышел очень смелый эксперимент во вселенной «Спринтл Селл», который не был похож на прошлой части, но сохранял привычные элементы. Сэм Фишер из тайного спецагента с зеленым трехглазником после событий «Дабл Эджент» превратился в изгоя и преступника, который стремился узнать как можно больше о смерти своей дочери и отомстить обидчикам. Сюжет, похоже, писал один из сценаристов «Ассасинс Крит», но это не столь важно. Из стелс-экшена «Конвикшен» стал больше экшеном с элементами стелса. Сэм Фишер раскидывал всех ногами, активно стрелял из укрытий и вообще пользовался читами на АИМ. Но даже обновленный дух «Конвикшен» и рядом не стоял с первой версией этой игры, которую анонсировали в 2007-м. В той версии Сэм действительно был вне закона и скрывался от властей, выглядев как бомж, полностью потеряв поддержку агентства. Поэтому ему приходилось опираться только на свой опыт и чутье, благодаря которому он мог угадывать передвижение противника. Концепция у игры была совсем иной, нежели у вышедшей линейно-экшеновой «Конвикшен». В первой версии были огромные открытые локации, по которым бродило сотни NPC, была куча интерактивных объектов и множество путей для прохождения. Разработчики явно вдохновлялись играми по Агенту 47 и Джейсоном Борном, так как не хотели, чтобы игрок постоянно отсиживался в тени, как раньше, а импровизировал. Скрываясь в толпах от противников, используя подручные средства в качестве оружия, вроде микроволновок или ножек от стула, баррикадировался в помещениях и искал самые разные подходы для устранения целей. В 2007 кизерили именно эту версию игры, и даже целый год ездили по мероприятиям, показывая геймплейные футажи. Но потом всё резко изменилось. Ubisoft поняла, что получается слишком амбициозно и слишком скучно, а может решили, что благодаря изменённой концепции игра стала терять своё лицо. Поэтому компания повыкидывала кучу различных особенностей из игры или подогнала их под новые геймплейные фичи. В итоге Conviction получилась другой, но всё ещё хорошей игрой. А вышедший позже Blacklist доработал все механики и стал одной из лучших частей в серии Sprintle Cell. Но даже несмотря на это, воспоминания о версии 2007 года до сих пор будоражат моё сознание. И я, если честно, до сих пор хочу увидеть эту версию на своём мониторе. И это ещё не все порезанные игры, которых я хотел бы вам рассказать. Вы должны уже привыкнуть к тому, что если вы соберёте 40 тысяч лайков, то выйдет новая часть. Где я расскажу, какие механики были связаны с гениталиями лошадей в Red Dead Redemption 2, что изначально в Биошок мы были бы психологом-оккультистов, и что Алан Вейк мог стать новым Сайлент Хиллом в открытом мире. А если 45 тысяч, то выйдет ролик по модам. Не бугуртите. Во-первых, мне будет приятно видеть вашу активность. Во-вторых, я действительно пойму, стоит ли мне браться за эту тему и тратить на неё время. Поэтому дерзайте. И не забывайте предлагать свои идеи для видео вконтакте, в чате дискорд, который уже начал входить в топы лучших серверов, кстати, и заходить в сообщество на ютубе, где будет самая важная информация о канале. А у меня на этом всё. Пис вам, люди. Пока.